добрый день друзья добрый день добрый день сегодня у нас 11 число час дня по москве мы загрузились и едем в чету чету поедем температурный режим у нас минус 18 работы вот и 3 москва ногинск прямо на гинск на светофорчике уже пять раз туда-сюда туда-сюда маленькая проспускная способность светофора ну что нас спереди ожидает нас ожидает куча пробок до казани и на объездной казани куча пробок потом нас ожидает урал там сегодня передавали температура аж за 40 шкалит он даже на нейтралку стали опять что дальше нас ожидает равнина на кемерово потом култук байкал вот то байкале бы сороковник стоял мы бы сходили покупались в байкале ну и чета потом в чете выгрузимся и наверняка 99 процентов что поедем в забайкальск если в забайкальск поедем надо мясорубку купить и набор ключей классный подарок себе сделаю мясорубку и набор ключей такой прям что-то набор наборище был ну как вот делаем ставки успеем пройти мы или нет на этот светофор нет конечно не успели верните на право галис я бы с удовольствием ты же не будешь платить за выезд на красный светофор не будешь тогда будем стоять ждать парди на ремонтах одни прицепа стоят так и че какая тут у нас на какую будем заезжать то на 15 сейчас посмотрим сколько будем заправлять вот сейчас заправим основной бак сколько у нас тут войдет то 170 600 минус 170 это будет 430 430 430 в основной бак и репт заправим до полного не увидел коллега наш объезд вот и так бывает он ушел а вот в этом месте на границе татарии башкирия дорога будет уходить прямо минуя все деревни и выходить будет в районе дюртилей и выходить будет в районе дюртилей ну где то там тоже скорость работы поражает сократится сократится конечно на многое по времени через все деревни сейчас ехать везде ограничения скорости но здесь будет быстренько до Омска у нас 1100 но будем настраиваться наверное до Ямана до Ямана примерно 900 ну 850 вот так да где то 800 850 до Ямана отсюда нормально сходим в баньку помоемся и двинем дальше здесь большой со всех сторон раз два три четыре что ли комплекса для дальнобойщиков ой как я потихоньку не захотели идти на третий переключаться кинулись народ уже попросыпался ладинка друзья давайте буду выезжать ну вот мы наконец то и встретились с дорогим с дорогим казахом я охраннику сказал что ты на магазин да? да видишь сообразительный весь в меня а чё? ну тут так и надо говорить если так не скажешь то вон там стоян с песком и щебенкой ты в магазин не заехал значит может наезд здесь да да что пойдем в магазин расходим конечно а потом перекачаемся чтобы это не пахло не воняло красавчик мой приехал и нам меня газом задули зашли с Олегом узбекская азербайджанская киргизская казахстанскую кухню покушать похлебки похлебать нет ты шлагманчик жареный взял да а я что взял а я плов узбекский взял прям называется узбекский есть простой есть узбекский сейчас посмотрим ну все выезжаем Олег вперед поехал маленько удобный 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 заезд просто на легковушках конечно ближе ходить вот вот когда в Кемерово идешь с Новосибирска Нортмол называется блин ну что вот такие есть то а вот видите машина идет третий ряд пустой перестройтесь до последнего тянут вот какая молния нас ожидает дождь спереди ого как гроханул там смотрите все сигнализации заработали на машинах после грома сейчас опять будет грохот а тут соревнования проходят что-то мы с Олегом не пошли посмотреть там дрифуют дрифт о что-то мы не пошли не глянули дрифта а зря а зря о Олег вон он едет не гравит о о о люди сидят на этих дождь прошел сейчас наверное вообще будет круто да по мокрому то далее сейчас спрошу у него что мы тормознули то с ним о спереди какой дождин он нас ждет о о о не п object прикольно но все равно где охота дочь конечно не жару не охота и дождь не охота но так не бывает д empower на себя футболок купил четыре футболочки взял себе носки Нижнее белье Тапочки новые купил Ну и все А, ну и зашел там еще Бумажные полотенца и влажные салфетки взял В общем, неплохой Неплохой этот магазинчик Там и продуктовый внутри есть Дешевые, кстати, цены Очень дешевые цены Ну, ладненько, поедем обмыться Обмыться поедем Или мараться, как правильно сказать-то Ну, в общем, двигаемся вперед После большой жары всегда приходит большая вода Нахренеть А хоть земля сейчас влажной станет, пыли не будет Температура 24, упала Нет, он только вот тут на аварийке напрягает Боится? Боится? Ну и что, аккуратненько поди, а поле может Первый раз на такую стояночку На эту стояночку первый раз приехал Это на объездной Маринской, регион 42 Не знаю, как, что она тут Вот это, ну, мужики сказали, что неплохо Вкусно, говорят, кормят Сейчас сходим Покушаем Туман стоит, как Как будто портал во времени Спереди машина раз, исчезла Даже мы сейчас Туман неплохой, да? Как же нам-то, блядь, объезжать? Тебе, твою мать Вот они тут все перегородили А мне надо вылезти полностью Кто-нибудь пропустит меня, нет, интересно? Давай быстрее, блядь, едешь Выглядываешь нахуй Вот Молодцы, блядь, пропустили Ну и вот Сейчас мы повернем направо На Култукский тракт Как Алиса нам подсказала И пойдем Покорять Култук До Читы До Читы у нас 1079 километров Култук как раз 71 километр Все Ну и все Ну и поехали Заправили полные баки Здесь на новой заправке у нас Через приложение БРК заправка какая-то Но она старая здесь Мы первый раз тут заправляемся С 500 Молодец ты Что так рано предупредил Камера на 50 Можно и пораньше предупреждать Ну ладенько Мне нравится ночью проходить Култук Воздух разряжен Двигатель работает почище И машин поменьше Хотя сейчас лето Навряд ли их будет меньше Продолжение следует...